Знаменитости, которые встречают своих кумиров. Часть вторая. У знаменитостей тоже есть свои кумиры, которых они встречают впервые, по которым они фангёрлят, фанатеют, признаются друг другу в любви. А самое интересное, что эти знаменитости... Чё, долго она болтает, да? Вообще-то я всего лишь хотела сказать, что... Давайте начнём. Ну, раз уж у Тейлор Свифт вышла новая песня, давайте начнём с неё. Тейлор! 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 Ха-ха-ха-ха, откуда она знает твоё имя? Ха-ха-ха-ха-ха! Тейлор! Интересно, это можно считать за фангёрлинг? Я знаю, что вам нравится, как круто фангёрлят Дженнифер Лоуренс, поэтому вот вам ещё порция. Я крадунусь незаметно. А, Дженнифер, это ты там крадёшься? Да! А давай, обнимемся. Ты смотрела моё выступление? Вообще-то было офигенное выступление. Я еще и написала Тейлор сообщение, и такое большое сообщение, не знаю, около 20 сантиметров, наверное. Это было такое искреннее сообщение. А что ты ей написала? Да, я не помню, но выступление было такое классное, господи, я кажется краснее, и мои ладошки потеют. Мне было так приятно, я думала, все, как же отправить тебе такое же огромное-огромное сообщение в ответ? Ну все, покидывай. Мы заметили, как Дженнивер Лоуренс всегда непосредственно себя ведет. На любых пафосных мероприятиях она просто может подойти к человеку и такая, типа, ты классный. Классный. Это же Джен Бриджес. Я передумала. Ой, пойдем отсюда, все. Пока-пока всем. Ой, погодите-ка, кто это у нас там? Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Здрасте. Я такой большой фанат. О, боже мой. Ой, извините, пожалуйста, была рада вас видеть. Вы можете спросить у него что-нибудь? Ну все, отлично, теперь я буду вести это интервью. Отвечай на мои вопросы, тупица. Она крутая актриса, но она без стеснения берет и фангерлит. Это же круто. Я знаю, что вам точно стало интересно, а фанатеет ли по кому-то Тейлор Свифт? Мда. Попробуйте угадать по кому. Та-да! О-о-о, Леди Га-о-о! Конечно же, это Леди Гага. О-ра-а-а! Давайте послушаем, что сказала Леди Гага про Тейлор Свифт своим телефонным интервью. Телефонный интервью, типа, тебе звонят домой и берут интервью. Хм. Ты ее вообще знаешь? А, ты знаешь, я встречала ее несколько раз. И когда мы были... Где мы вообще были-то? Это была EMA или что-то в этом роде. И мы сидели рядом друг с другом. И она начала говорить... О-май-гад! Я люблю арт-поп! Я люблю Аплос! Аплос, это моя любимая песня! И я про себя такая... Да-да-да-да-да, эта чувиха полна каках. Но потом... Мой приятель позвонил мне. Брэндон мой стилист. И, короче, он делал с ней съемку и был ее стилистом. И он рассказал, что Тейлор Свифт сейчас орет и поет арт-поп. Да еще так громко. И она танцует и позирует. И я сказала себе, мне нравится эта девочка. И знаешь почему? Почему? Потому что то, что она сказала мне в лицо, она делает даже тогда, когда я не вижу. Поэтому она мне нравится. Тебе нравится она? Да, она мне нравится. Она нам нравится. Да! И золотой глобус идет. Шаллоу, звезда родилась. Я же ничего не допутала. Держи, пожалуйста. А давай чмокнемся. Чмок, чмок. Буквально пару месяцев назад, совсем недавно, Билли Айлиш наконец-таки столкнулась с Джастином Бибером. Ну как столкнулась? Он сам подошел к ней на куачели. Но, по-моему, там было не все гладко. Так, так, нет. Так, так, это ты его привел во время выступления, Ариана Гранде. Какого черта, а? Может сделать вид, что я не вижу его? Черт, он смотрит прямо на меня. Я не вижу тебя. Я... Чувак, чувак, я тебя вообще не знаю. Я слушаю Арианы Гранде. Ты все еще здесь? Да, похоже, он не собирается уходить. Черт. То есть, Билли Айлиш отрывается на куачели. И тут, видите ли, Джастин Бибер решил подойти. Типа, привет. Ладно, давай обнимемся. Ох. Ой, ну ладно. Так уж и быть. Какой-то Джастин Бибер подошел ко мне сам, чтобы познакомиться. Ужас какой-то. Так, кто-нибудь срочно помогите мне, он не отпускает меня. Что мне делать? Так, чувак, это уже не смешно. Отпускай меня. О, наконец-то это закончилось. Как и песня Арианы Гранде, которую я, между прочим, слушала. Если честно, я даже не знаю, что я бы сделала в такой ситуации. Вроде один твой любимый исполнитель на сцене, другой твой любимый исполнитель стоит прямо перед тобой. Да, я, наверное, бы стояла просто точно так же. Нет. 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 А вы знаете, что первую встречу Хейли Болден и Джастин Бибера сняли на камеру? Нет. Привет, мое имя Стивен Болден. А это моя дочь Хейли Болден. Привет. Нам очень нравится твоя музыка. Но на тот момент у Джастина Бибера была другая любовь. Упачки. Хей, леди. Симена? Очень приятно. Я Джастин. Ты такая красивая, может быть, мы как-нибудь ходим на свидание? Да, возможно. Ну, а дальше вы знаете, чем это закончилось. Нет, нет. Да он мне как младший брат. Это очень странно. Ты чё? Не отправляйте меня в тюрьму. Билли Айлиш и Тайлер за Криэйтор. Ну, ты, короче, прям мечтаешь увидеть Тайлера за Криэйтора. Я просто влюблена в него, чувак. У него такие, такие крутые губы. Просто это сказала. Я встретила его. Знаете, кто реально самый большой фанат Бейонсе? Hello? Да, это Адель. Я вообще просто не воспринимаю никого, кто не любит Бейонсе. Ты просто не можешь быть в моей жизни. Вы понимаете? Просто не можешь. Мой идол. Королева Бейонсе. Я обожаю тебя. Ты двигаешь мою душу вперед. Каждый, каждый день. Адель просто тысячу раз признавалась на публике, как она обожает Бейонсе. Даже когда она выиграла у нее Грэмми. Нет, вы посмотрите на эту Бейонсе. Она хлопает в ладоши Грэмми. Ничего страшного, я уже свое сегодня отхватила. Это законно? Я обожаю тебя и я хочу, чтобы ты была моей мамочкой. Хорошо? Я сто процентов самый большой фанат Бейонсе. Ты свет мой. Я люблю, люблю Адель. Ахахахаха! Бич! А теперь немножко фангерлинга по Леди Гаге. Не от меня. Даже среди знаменитостей есть люди, которые дико фанатеют по Леди Гаге. Вот кто твой номер один? Если бы я думала, с кем бы сделать коллаборацию, я бы, скорее всего, искала кого-то среди своих кумеров. Это точно была бы Леди Гага? Она, кстати, в здании. Гага, Леди Гага здесь? Ну, если она здесь, тебе надо ее найти. Если ты слушаешь это сейчас, я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя печь. Леди Гага, давай скорее пожмакаемся. Я надеюсь, ты не против, что я уже положила сюда свою руку. Да, отличная фотография, будет замечательно, спасибо. Я люблю тебя печь. Ну, я не могла сюда не включить Лайзу Коши. О май Гага, о май Гага. Да, 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 вот о чем наша вся культура. Это просто я, если бы я увидела Леди Гагу. Привет. Краснею, краснею. Эмилия Кларк, успела ли ты со всеми поговорить на бэкстейдже? Да, вроде того. Ты успела поговорить с ним? Да, вроде того, я не знаю. Эмилия Кларк любит Мэттеля Бланк. Привет. Привет. Ариана Гранде и Мадонна. И Мадонна. Питча Мадонна. Питч? Хотите ли вы быть моими рабами? Да, да. О май Гагаааааа. Леди и джентльмены. Это Ариана Гранде, моя главная рабыня сегодняшнего вечера. Питч. Поприветствуем все. Ариану Гранде. Оп. Все, рабыня, можешь меня отпустить? Отпусти меня. В любом случае. Тиффани Хадиш и Опра. Если вы не знаете ни одну, ни вторую, не беда. Просто реакция прикольная. Короче, девочка, я мечтаю увидеть Опру Уинфри. И она может быть моей тетушкой. Ты можешь спросить ее, почему она не сзади. Опра, почему ты не сзади? А я здесь сзади. Ритуальные танцы, ритуальные танцы. Я люблю тебя. Ты такая хоро-хоро-хорошая. Ты такая-такая хорошая. Ты говорила мне то же самое в моих снах. Но теперь это правда. Я спрашивала себя вопросы и отвечала на них твоим голосом. Правда? Я так горжусь тобой. Так горжусь тобой. Эд Ширан все время избегал встречи со своим кумиром, с Эмми Немом. Хотите узнать почему? Да, пожалуйста. Врубайте. Врубайте. Ты же большой фанат Эмми Нема. Ты до сих пор большой фанат? Да. Ты с ним сразу встретился? Не, у меня были, конечно, варианты с ним встретиться, но я такой, не-не-не, я не хочу этого. Точнее, я не хочу этого делать, пока он не узнает, кто я такой. Через Джей Зи у меня было четыре разных вариантов встретиться с Эмми Немом. И я всегда говорил, не надо, не надо, не надо. И первый раз, когда мы увиделись, он подошел ко мне и сказал, давай пойдем поедим. И я такой, да, это то, что я хотел. Если бы вам сказали, что вы можете встретиться с любой знаменитостью, ну, только с одной, с кем бы вы встретились? Лично. Типа. Простите, не забывайте подписываться на маленького гномика. Убери ручонки свои. С вами была Джейн Гравец. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok.